Приветствую, друзья. Вот смотрю я разные контенты по интернету, читаю в книгах про стресс, про реабилитацию, про негативные и позитивные эмоции, что отрицательные эмоции могут вызывать различные болезни и так далее, и так далее. Ну вот ничего нового. Одно и то же. Транслируется, транслируется разными словами из десятилетия в десятилетие. Вот это интересно. Ну хорошо, давайте я вам новенькое скажу. Я об этом уже говорил несколько раз, но, видимо, пока ученик не дозрел, истина не воспринимается, пока пальцем не покажешь. Ну давайте еще расскажу. Что такое негативные эмоции? И почему они называются негативными? Почему при этом человек страдает? И почему это считается вредным? Почему это вызывает и аутоиммунные проблемы, и самые разные? Ну давайте я вам объясню, почему и что. Представьте себе, что мозг человека с помощью вот этих вот генетических возможностей наделен определенным резервуаром потенциальной энергии, которую он тратит на какую-то работу, которую он делает. Вот представьте, да, и вот теперь представьте ситуацию, когда вы, допустим, потерпели какую-то неудачу, или еще хуже, утрату в жизни, или несчастную любовь. Что такое? Это значит, что вам надо переустановить программы отношений в мозге. То есть вот раньше был человек, а теперь погиб. И все, что было так, в мировоощущении, в вашем мировоззрении, что он есть, а теперь его нет. И вам надо переустановиться, чтобы все цепочки, все эти нейронные связи каким-то образом согласовать в новую целостную картину мира. А это переустановка происходит на пике большого напряжения. А на высоких напряжениях человек, как я уже говорил, у него происходит зависание. Ему надо перезагрузиться. Вот в этом смысле, если у нас емкость потенциальной энергии определяется нашей генетикой, то каждый раз, когда вы испытываете утрату, несчастную любовь, фрустрацию, вот на эту переустановку затрачивается много-много энергии. Таким образом, ваша жизнь сокращается. Поэтому эти негативные эмоции окрашиваются эмоционально-страдательным компонентом. А в нейрокибернетическом смысле, как я вам сейчас объясню, это энергозатратные вещи. Очень энергозатратные, которые сокращают вашу жизнь. Вот оно в чем дело. И так негативные эмоции, потому и негативные, что они энергозатратные. А у вас энергетическая мощность определенная. Если бы она у вас была бесконечная, то сколько трать энергии, сколько трать энергии, все было бы пофигу. А нет. В этом и отличается Вселенная от конкретности человека. Поэтому надо научиться обнуляться, выходить на нулевое состояние безмятежности, и там переустанавливаться. И тогда вы оберегаете свое здоровье, оберегаете свою энергетику. Потому что переустановки у вас потом происходят быстрее, то есть вы быстрее адаптируетесь к новой ситуации. Вот и все. Я простыми словами объяснял то, что за этот год, за прошлый год, или за этот век, никто никогда так просто не объяснял. Ну, до встречи.